Нашего корреспондента Сергея Макаренко, он выходит на прямую связь со студией Life News. Сереж, приветствую тебя, расскажи, что известно на данный момент. Приветствую вас, коллеги. Мы находимся сейчас в буквальном смысле в самом центре города Донецка, это Калининский район. Он один из самых густонаселенных. И вот буквально сейчас я вам попрошу оператора показать картинку. В больницу номер 3 этого района прилетело несколько снарядов. Как разрушение вы можете видеть сами, один из снарядов попал прямо в крыльцо больницы. Выбиты стекла и окна. Также хочу отметить, что вот буквально на четвертом этаже этой больницы находились палаты ветеранов Великой Отечественной войны, которые проходят лечение в этой больнице. К сожалению, сейчас мы снова слышим звуки разрывов и выстрелов, и мы вынуждены зайти в здание. Сейчас я вам покажу, какие разрушения были в самом внутри здания. Вот вы видите, что здесь находилась аптека. Женщина, которая была контужена, находилась именно в этой аптеке. Сейчас мы пройдем дальше. Здесь повсюду люди, которые спускаются в подвал. К сожалению, сюда спуститься мы сейчас не можем, потому что там плохо ловят связь. И показать картинку вам будет просто невозможно. Пойдем, пойдем. Разрушения, которые мы обнаружили на втором этаже, это также выбитые стекла. Повсюду лежат вот их осколки. А вот я хочу показать осколок, судя по всему, который прилетел вместе от этого снаряда. Это по весу где-то грамм 150. Хочу сказать, что такой осколок вполне способен пробить кирпичную стену. И вот разрушение на втором этаже, это отделение кардиологии. Вы можете видеть сами. На полу везде вода и разбитые камни и стекла. К счастью, все люди успели эвакуироваться, потому что до этого также прилетел один снаряд, но только немножко дальше от больницы. И вот люди в панике, все спустились в подвал. И там, кстати, находится очень большое количество детей. К сожалению, нам пока не удалось пообщаться с МЧСниками, которые работают на месте этого происшествия. Также здесь работают кареты скорой помощи. И как только нам станут какие-то известные какие-нибудь подробности, мы сразу с вами свяжемся, коллеги. Спасибо тебе, Сергей. Ужасающие последствия. Мы будем ждать от тебя новой информации. Берегите себя. На прямой связи со студией LifeNews из Донецка наш корреспондент Сергей Макаренко. Он работает в здании больницы, в которую сегодня попали несколько снарядов. Но вот по последним данным ранен врач-кардиолог и одна женщина, которая находилась в аптеке, контужена. Только что мы видели с вами последствия того, как снаряд прилетел в здание больницы. Это холл и столовая. Стерп нанесен в горловке. Здравствуйте, Екатерина. Действительно, авиационный удар был нанесен по горловке. Но кроме того, и значительно больше разрушения нанесены артиллерийскими ударами по северной, южной и центральной части горловки. Фактически весь город попадает в зону поражения тех артиллерийских установок, которые находятся вдоль линии противостояния со стороны украинских позиций. Уже больше суток артиллерийские удары и залпы не прекращаются. На данный момент мы просто не можем отправить видеокадры тех разрушений, которые здесь находятся. Мы в ближайшее время постараемся это сделать. Разрушена гражданская инфраструктура. Снаряды на центральных улицах. Разрушены автобусные остановки, магазины. Есть целый ряд жилых домов, которые пострадали в результате ударов реактивными снарядами системы ГРАД и в результате минометных обстрелов. Но только за сегодня подтверждено трое погибших гражданских людей, местные жители. Это в больнице несколько человек с тяжелыми осколочными ранениями. В данный момент обстрел продолжается по окраинам города. В центре относительно затишье, но нет никакой гарантии, что удары по центру не возобновятся. Таким образом, на данный момент здесь сохраняется очень сложная и напряженная обстановка. Вся территория Горловки и прилегающих поселков находится, я повторюсь, в зоне поражения. И удары наносятся со стороны украинских позиций. Скажите, а какова ситуация на юго-востоке Украины в целом? В целом вдоль всей линии противостояния продолжаются бои-столкновения от Мариуполя до Донецка в районе Горловки и Дебальцево. Также и вдоль линии противостояния Луганской народной республики. Украинские подразделения в течение прошедших суток несколько раз пытались атаковать при поддержке большого количества техники, танков и артиллерии. Был танковый прорыв в пригороде Донецка со стороны Киевского проспекта. Это прямая цель по направлению к центру. Несколько танков пытались пробиться, захватить лохпост ополчения. Но эта атака была отбита. В результате артиллерийской дуэли на этом направлении танки со стороны Донецкой народной республики подошли. В результате был разрушен Путиловский мост за один из основных инфраструктурных объектов в этой части города. Но в итоге все атаки были отбиты, ополчение перешло в контрнаступление. В данный момент фактически полностью контролируется поселок Пески, из которого артиллерийские расчеты украинской армии обстреливали Донецк. Соответственно теперь с этого направления у них такой возможности нет. Подразделения армии ДНР вошли на окраины Авдеевки. Это тоже ключевой пункт, прилегающий к аэропорту, откуда постоянно и сейчас идут обстрелы города. Мы знаем, что в Донецке сегодня вновь разрушение даже в центре. Екатерина. Николай, спасибо на прямой связи. По телефону был наш специальный корреспондент Николай Долгачев. На Луганском направлении силовики тоже активизировались. Самая напряженная ситуация возле города Славяно-Сербска. У села Смелые украинские военные хотят занять господствующую высоту. А в окрестностях Луганска обстрелы стали заметно интенсивнее. Все подробности у Алексея Баранова. Заместитель коменданта Славяно-Сербского гарнизона показывает нам разрушенные ударами украинских силовиков улицы. Подразделения карателей пытаются взять высоту у села Смелые, что в пяти километрах отсюда. Это окраина Славяно-Сербска. Мы слышим разрывы снарядов. Ударами украинской артиллерии разрушено большое количество жилых домов. Число погибших мирных жителей сейчас уточняется. Договоренности о прекращении огня киевские военные абсолютно не соблюдают. Какие там минские соглашения? Постоянно стреляют. Мы отсюда не уйдем, а если надо, мы пойдем. Не надо, и мы пойдем дальше. Сто процентов. Потому что победа в любом случае за нами. Это фашизм. А фашизм зародышем уничтожаем. Они издеваются. В трехизминке сейчас они стоят. Они тупо заходят в дома, людей выгоняют из домов и живут в их домах. Попытки украинских карателей прорваться на территорию ЛНР подразделения Минобороны Молодой Республики успешно отражают. Однако из-за непрерывных хаотичных обстрелов со стороны киевских военных страдают мирные жители. Очень страшно, конечно. Вот сейчас взлетит этот дом. Хотя дом не взлетел, а окна вылетали все. Днем страшно и ночью страшно. А это уже свидетельство жителей Луганска. Город надежно защищен. Однако звуки разрывов от обстрелов, которые по окрестностям столицы ЛНР ведут украинские военные, слышны и в центре города. Городы идут несколькими залпами сразу, с остановкой. А потом ждем следующий. Подразделение Министерства обороны ЛНР проводит перегруппировку своих сил на ключевых направлениях. Атаки украинских силовиков успешно отбиты. Восстановлены и полностью готовы к боевому применению несколько самолетов, находившихся в распоряжении Луганского летного училища. У ЛНР теперь есть собственные военно-воздушные силы. На территории республики уже действует народная милиция. Соблюдение законов и правопорядка на особом контроле у властей. Есть законодательные акты, которые принимает Народный совет, который потом подписывает глава, и которые мы публикуем в том числе и на нашем сайте. Есть указы у нас открытые, есть указы закрытые. Молодое государство уверенно противостоит попыткам Киева вновь развязать войну. Алексей Баранов, Юрий Марченко и Никита Корунов. Вести. Луганская Народная Республика. Подробности узнаем у нашего корреспондента Тамары Нерсисяна. Она на прямой связи со студией. Тамара, здравствуйте. Много ли людей собрались на эту акцию? Да, Екатерина, здравствуйте. Десятки людей сегодня пришли к зданию Министерства культуры Украины с протестом. Собравшиеся выступали против инициативы Минкульта вывести из госреестра все памятники советской эпохи. Я напомню, несколько дней назад на пресс-конференции вице-премьер, он же министр культуры Вячеслав Кириленко, заявил, что, я цитирую, будет поощрять любые общественные инициативы, связанные с очищением Украины от памятников деятелям коммунистического прошлого. Тем, кто сегодня пришел к зданию Министерства культуры, это кажется возмутительным, особенно учитывая то, что большая часть памятников на Украине была возведена как раз-таки в советское время. Давайте послушаем, что говорили собравшиеся. Мы не согласны с политикой власти, особенно ее структуры, как высшее образование, которые хотят запретить все советские памятники, которые были построены. Но вы меня извините, это наша история, мы ее прожили вместе, и поэтому мы имеем право, чтобы эти памятники существовали. Вся Украина – это памятник советской власти. Все, что построено, начиная, и даже в первую очередь пусть снимут памятник Шевченко. Это же вандализм самый настоящий. Ни в одной стране мира такого нет. Большая часть тех, кто сегодня пришел к зданию Министерства культуры, это представители коммунистических организаций. Но, как ни странно, собрались не только пенсионеры и люди пожилого возраста. Было много и молодых людей, и молодежь рассказывала, что ее возмущает то, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая на немецком телевидении, заявил, что СССР вторглась в Германию, на Украину во время Второй мировой войны. В связи с этим они решили подарить министру культуры Вячеславу Кириленко учебник по истории Второй мировой войны, чтобы он его почитал и рассказал премьер-министру о том, кто куда вторгся. Стоит отметить, что митинг охраняли сотрудники украинской милиции и сотрудники различных спецподразделений. Правда, когда кто-то из прохожих начал закидывать ветеранов войны яйцами, эти сотрудники ничего не предприняли. Катя. Тамара, спасибо на прямой связи. С Киева была наша корреспондент Тамара Нерсисян.